Всем доброго дня! Сегодня ролик о моём самодельном приборе для получения живой и мёртвой воды. Это, пожалуй, лучшая самоделка, какую я сделал в плане оздоровления и лечения организма человека. На первый взгляд, мой прибор очень похож на промышленный образец. На самом деле это не так. В моём приборе нет керамических стаканчиков, или брезентовых, или из бельтинга. Нет никаких тканевых перегородок. Сейчас я покажу, как он устроен внутри. Обзор начну с электрической схемы. Она практически классическая. Шнур питания с вилкой, двухполюсной выключатель. После выключателя идут два провода на диодный мост. В разрыв одного из проводов включена лампа накаливания. Она служит одновременно индикатором работы прибора, индикатором готовности живой и мёртвой воды и выполняет очень важную функцию предохранителя. То есть, в случае случайного или неисправности какой-то, то есть короткое замыкание, эта лампа просто перегорит. После диодного моста идут два провода с зажимами типа крокодил на электроды прибора. Рабочие электроды прибора. Снимаем крышку вместе с электродами и смотрим, что они из себя представляют. Это стержни из особо чистого графита. Я их заключил в такие пластиковые гильзы. Для чего? Во-первых, чтобы защитить графит от механического повреждения. Графит материал очень хрупкий. Второе. Графит имеет свойство пачкать руки, предметы другие, поэтому соприкосновения с ним тоже нет за счёт этих гильз. И самое, наверное, важное, то, что эти гильзы предохраняют от случайного поражения электрическим током. Сам прибор представляет из себя пластиковый контейнер пищевой, в который ввернут вот такой кран шаровый. И внутри этого контейнера банка стеклянная, объёмом 3 литра. Чуть-чуть расскажу про банку. Банка с широким горлом. К ней идут вот такие крышки. Значит, первая крышка, это крышка, через которую очень удобно сливать жидкость из банки. Типа дозатора такого. На этом дозаторе, вот видите, своя маленькая крышка есть. Кроме того, всё это хозяйство закрывается ещё одной крышкой для транспортировки. Очень удобно переносить жидкость в этой банке с помощью ручки. Короче, банка доведена до ума обстоятельств. Давайте приготовим живую и мёртвую воду моим прибором. Отпускаю банку в контейнер. И заливаю обычной водопроводной водой. Здесь у меня 5 литров. Не хватит, придётся сейчас ещё добавлять. Вот я заполнил банку. Вода переливается в контейнер. Сейчас я наберу ещё. Доливаем. Вот сейчас самый ответственный момент. Нужно налить воду так, чтобы общий уровень воды и утонувший в кавычках банки был чуть выше её горлышка. Вот этот момент. Сейчас мы замерим показатели водопроводной воды. Я принесу приборы и произведу замеры. Измеряем ОВП. Самый важный показатель. Водичка у нас свежая. ОВП имеет отрицательное значение. Небольшое, но отрицательное. То есть, как я уже сказал, вода довольно приличного качества. У нас водопроводная. Ну, будем считать, что около 40. Измеряем PH. PH. Около 6,5. То есть, водичка кислая. Ну, в принципе, довольно приличная. То есть, приближается к PH, равному 7. И последний показатель, который я хочу замерить, это количество солей в этой воде. Включаем солимер, измеряем. Будем считать 190 миллиграмм на литр. Вода соответствует ГОСТу. То есть, вода питьевая. Содержание солей в норме. А теперь опускаем электроды в установку. Включаем. Видим, загорелась контрольная лампа. Прибор работает. И теперь нужно ждать некоторое время. Значит, чтобы получилась качественная живая вода, это время будет составлять от полутора до двух часов. Лампочка, при этом, про которую я уже рассказывал, будет гореть очень тускло. Ну, а пока готовится вода, посмотрите, пожалуйста, видеоспецификацию, деталировку, и, так сказать, сборочный чертеж в слайд-шоу моей установки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот наша банка с живой водой Достаем живую воду Чтобы не возникло иллюзии Если мы будем проверять поверхностную Вот часть воды в банке Я сейчас ее перелью В трехлитровую При этом она естественно перемешается То есть будет однородной По всем показателям И переливаем ОВП О как! Уже 200 Ну вот 300 Отличный показатель Для полутора часов Ну вот 300 PH 8,7 8,8 Отличный показатель Вода щелочная Ну и последний показатель Содержание солей Плохо видно Сейчас я одену очки 135 Содержание солей Содержание солей уменьшилось Чуть ли не в половину Но это и не удивительно Если дать воде отстояться Если дать воде отстояться То мы наверняка увидим Внизу осадок Кстати Основной осадок Остался под этой баночки Ну а теперь Все таки давайте Замерим показатели Мертвой воды Которая у нас Получилась На этой установке Замеряем ОВП Если живая вода у нас была Минус 300 То мертвая идет С большим плюсом 260 Вот сейчас 5 Мертвая вода Плюс 267 Ну в общем Смысла измерять Дальше нет PH аж 5,4 вода кислая даже вот я помешиваю 5,2 уже 5,3 кислая вода содержание солей 124 ну а теперь давайте немного вернемся к установке а точнее сказать к ее обслуживанию дело в том что на катоде это минусовой электрод который находится посередине вот этот примерно через 30 циклов работы появится белый налет это кальций магний его нужно очистить так как если он будет продолжать увеличиваться то время изготовления живой и мертвой воды тоже будет значительно увеличиваться как сделать? разбирать ничего не нужно нужно зарядить вот как мы делали в самом начале прибор то есть поставить банку залить воды опустить вот эти электроды в контейнер снять вот эту крышку предварительно вынув вилку из розетки вот здесь нужно вилку обязательно вынуть так он прибор безопасный получился но вот в этом случае ее вынимаем значит снимаем крышку вот эти саморезики откручиваем здесь два и здесь два и меняем местами крокодильчики то есть катод и анод меняем местами включаем установку в сеть делаем как обычно мертвую живую воду правда из краника теперь у нас сольется живая вода а не мертвая а в банке останется мертвая а не живая но за время вот этого одного цикла катод очистится от белого налета затем снова нужно поменять крокодильчики местами и прибор готов еще на 30 циклов работы а это если мы делаем на двоих примерно месяц то есть раз в месяц такого особого труда не составляет почистить эти электроды причем делается это очень легко в отличие от тех аппаратов которых нужно чистить керамический стаканчик менять мембраны в общем там морока большая здесь этого ничего нет всего хорошего до свидания будьте здоровы и